Всем привет! Освещая тему Vector 06C, конечно, хочется подробнее остановиться на вопросе игр для него. И я решил осветить этот вопрос с помощью своего личного топа 25 лучших игр для Vectora. Конечно, топ достаточно субъективный, и я очень прошу не обижаться, если вашей любимой игры в нём не оказалось. Да и топ основан в большей степени на воспоминаниях и предпочтениях, которые имели место именно во времена расцвета Vectora. Так что в топе не будет дисковых игр и игр, которые выходили уже на волне заката, популярности или даже ностальгии. Об этом поговорим как-нибудь отдельно. Ну что, вперёд! 25 место. Bomber. Игр такого плана было несколько на Vector, но это запомнилось больше всего. Более играбельное и динамичное. Суть проста. Кидаем бомбы на блоки с самолёта и снижаемся. Цель уничтожить все блоки, пока самолёт до них не снизился и не врезался. Сложность в том, что пока снаряд не долетит до блока, нельзя бросить следующий. А если врезались в блок, конец игры. Жизни в игре нет. А начиная с 4 уровня, сложность в игре сильно увеличивается. Блоков очень много, а самолёт летит очень быстро. У меня с этой игрой связана история. Когда мне досталась кассета с играми, где был бомбер, он отчаянно не хотел грузиться. Была масса ошибок в начале, и игра сбрасывалась. Но когда я решил сделать копию всей кассетой, к моему огромному удивлению, копировальщик её взял. И я наконец посмотрел, что это за игра. В игре симпатичная заставка. Правда, мелодия Баха играет очень быстро, что непривычно. Да-да, это та самая мелодия, которая была на титрах фильма Солярис. Может быть, так вам будет привычнее её слышать? Всегда было интересно, специально так сделали, или спрограммировали мелодию, а с длительностями не стали заморачиваться. Но всё равно респект разработчикам. Местами задействованы все три канала. 24 место. Stop the train. Одна из ранних адаптаций с MSX. Цель игры – пробежать поезд из 20 вагонов и остановить его. Сначала бежим сверху, прыгая по вагонам и отбиваясь от бандитов. В этом нам помогут птички, которых надо собирать. Бандиты периодически кидают пули голыми руками. От них нужно ложиться на вагон. Пройдя 10 вагонов, мультипликационно погружаемся внутрь поезда. Внутри те же самые бандиты, которые теперь будут идти навстречу. Их можно либо перепрыгивать, либо хитро прыгать на них. Первый вариант более простой. Кроме того, кольца помогают задержаться в прыжке. Но на них будут мешаться лопоглазые медузы. Пройдя еще 10 вагонов, берем ключ в последнем и останавливаем поезд. Сделать это не очень трудно. И игра проходится за несколько минут, и все сначала, но с более сложными врагами. Игра достаточно красочная и запоминающаяся. К тому же одна из первых, увиденных мной на векторе. Двадцать третье место. Интернейшнл карате. Игра была перенесена на векторную 6C ZX Spectrum. И очень добротно. Достаточно играбельный файтинг. И был очень веселым при игре вдвоем. Настоящее испытание для хрустящих химкостных клавиатур вектора. Каждый удар имеет свое вознаграждение по очкам. От сотни до восьмисот. Одержав несколько побед, получаем бонус от судьи. А получив два бонуса, игрок побеждает. Бои происходят в трех городах, с соответствующей графикой на фоне. Сиднее, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорк. Двадцать второе место. Эрик и Нзе Флоттерс. Следующие три игры это несметная классика. В оригинальной MSX эта игра называлась не иначе, а именно Бомбермен. Но счет Маши решил назвать главного героя Эриком. И мы все детство думали, что он действительно Эрик. Сюжет, как и в любом Бомбермене. Необходимо взорвать всех врагов на уровне. А также ищем в кирпичиках бонусы и поверапы. С этой игрой у меня есть воспоминания. Когда мои родственники с друзьями засели играть в эту игру на несколько часов подряд, они проиграли часов пять, наверное. И будучи ребенком, я ужасно переживал за Вектор. Что он так долго работает без передышки. В те времена было принято давать отдых технике. 21 место. Арканойд. Что тут говорить? Классика. Впервые увиденное мной именно на Векторе. Приятная графика и захватывающий геймплей. Что еще нужно? Причем геймплей становится разнообразным. Появляются двойные и тройные блоки. Среди арканойдоподобных игр многим больше почему-то нравился счетмашевский кираж. Но мне арканойд был больше по душе, чем постоянно повторяющиеся ломбады. Из арканойдоподобных игр еще хочется выделить игру Super V-Upon от фирмы Common. Своеобразный симбиоз арканоида с толикой военной стратегией. Основная задача уничтожить штаб противника. Когда он повержен, то не может производить новое войско, пока себя не отремонтирует. Игра заманивала на часы беспрерывных посиделок у Вектора. И на деле она не так проста, как кажется. Хотя многое в ней зависит и от удачи. Физика от сколько шарика порой не поддается управлению. Небольшой минус игры это коротенькая повторяющаяся мелодия, которая начинает с заставки и не умолкает. И постоянно повторяется. При долговременной игре от нее с ума можно сойти. Двадцатое место. Питон. Питон. Игра от фирмы Успит. Да, куда же без змейки. Вообще, змеек было много на Векторе. Но это нравилось больше всего. Сама игра небольшая по размеру. Несколько килобайт. И по геймплею обычная змейка. Едим зайцев, избегаем черных блоков и границ экрана. Ну и поворачиваем только перпендикулярно движение. Но играбельность, управляемость, выбор скорости, отличный мультипликационный стартовый экран. Все предрасполагает попасть этой игре в мой топ. Девятнадцатое место. Пэйрс. Одна из ранних адаптаций с MSX. Делалась на самом счет Маши. Можно играть вдвоем. Игра найди пару. Очень красочная, сочная музыка. В игре всего три уровня. С различными карточками. Фрукты, овощи и животные. После чего уровни начинают усложняться и повторяться. Наряду с Пэйрс выходил еще похожий Роторс. Но Пэйрс были больше по душе. Роторс. Восемнадцатое место. Мунбакс. Одна из первых игр, запущенных мной на Векторе. Игра добротная, хоть геймплей сводится к набору очков. Но графика, звуки, все на уровне. А геймплей прост. Пока космический корабль загружает в себя блоки, нужно не давать врагам их захватить. На выбор три локации. Земля, Луна и Ганимед. Причем техника стрельбы и сами враги отличаются на каждой локации. Семнадцатое место. Баттл Танк. Баттл Танк. Баттл Танк. Да, на Векторе были и свои танчики, и очень хорошие. Скроллинг выполнен прилично. Небольшие лаги есть, но почти незаметны. Большая карта и множество соперников. Основная цель – собрать все флаги на уровне. Вражеские танки можно в буквальном смысле расстреливать, пока танк совсем не превратится в пыль. Судя по всему, игра бесконечная. Очки и уровни идут по кругу. Очки пропорционально зависят от уровня, и чем дальше, тем подсчет очков становится более утомительным. Сама игра слизана и писалась изначально не под вектор. На откуда и где выходил оригинал, я так и не нашел информации. Но игра явно заслуживает моего топа. Шестнадцатое место. Бластер. Цепляет игра своей сложностью. Вроде как все просто, стреляя и уничтожая вражеские корабли. Но на деле попасть в них беспорядочными выстрелами очень тяжело. Нужно просчитывать каждый выстрел. Со временем планка понижается, и масса врагов уже на такой дистанции от вас, что увернуться просто невозможно. В конце битва с основным кораблем. Я проводил массу времени за этой игрой. С друзьями и родственниками. И мы били рекорд друг друга. Пятнадцатое место. Формула-1. Игрушка от фирмы Коман. Пожалуй, лучший и самый играбельный гоночный симулятор, реализованный на векторе. Ну и весьма неплохо причем. Колеса крутятся, физика движения есть, соперники тоже. Да и скорости хорошие. Четырнадцатое место. Step and Jump. Игра фирмы Успик. Вид сверху. Нужно перемещаться вверх по платформам до конца уровня, перепрыгивая на необходимую позицию. Скролинг смещает платформы вниз, и необходимо достаточно быстро соображать, какой путь выбрать. По пути можно собирать бонусы в виде очков жизни и длинных прыжков. Но есть и смертельные платформы, а также платформы, ускоряющие скроллинг. Мне всегда казалось, что эта игра недооценена. Вроде как ничего особого, но мне она всегда нравилась, и геймплей ее очень затягивал. Требовал выработки какой-то стратегии и очень высокой скорости принятия решений, куда двинуться и прыгнуть. Иначе вертикальный скроллинг, и эта страшенная рыбина, не даст продвинуться далеко и не позволит найти любимый флай. Флай достаточно редкий бонус, он дает возможность перелететь к концу уровня. Вот как раз есть замечательная возможность заценить всю длину первого уровня. Причем флай я взял не в самом начале. Субтитры создавал DimaTorzok Тринадцатое место. Истребитель. На самом деле игра выбешивала в детстве, когда не получалось взлететь несколько раз подряд. Но когда получалось, да еще за отведенное время удалось победить уйму врагов и вернуться на базу, переполняла гордость. Чтобы взлететь, нужно нажать клавишу вверх в строго отведенное время. Субтитры создавал DimaTorzok Далее начинается авиасимулятор. Ловим по радару врагов и заманиваем на цель. Нужно успеть уничтожить как можно больше врагов, пока не кончатся топливо или снаряды. И садимся обратно на базу. Игра в рейтинге благодаря своей оригинальности. Взлет самолета впечатляет по меркам вектора. Да и Игорь с голосом всегда как-то радовали. Одним словом, 101-й взлетайте. 12 место. Чесер. Вновь успит. Сюжет по словам автора таков. Нужно каракатиться и собрать на уровне все штуковины, избегая желторожива. А еще автор поманил секретом, который обещал в конце игры. Так на самом деле никакого секрета нет. Хотя может быть секрет в том, что игра непроходима. На 129 уровне вы просто замурованы. А чтобы пройти 128, необходимо потратить 94 жизни и иначе никак. Так как весь уровень в тупиках. А желторожие стартует рядом с каракатицей. И на этом уровне еще и полная тьма. Пройти его можно только пользуясь нарисованной картой. Я сам до этих уровней не доходил, но на эту тему есть интересная статья в интернете. Рекомендую ознакомиться. Но в любом случае игра заслуживает топа. Более сотни увлекательных уровней, прекрасный геймплей и много-много игровых часов. Одиннадцатое место. Спайс Демайс. Игра, конечно, простая. И для многих наверняка есть порядка не самых лучших. Но я полюбил эту игру за бешеную динамику и за чудеснейшую музыку. Суть игры простая. Пробежать мимо движущихся лифтов по этажам до самого верха. Пройти игру можно за пару минут. Хотя, конечно, необходимо только везение. Всего очков можно набрать 750. Зачем в счете очков еще 3 нуля впереди, это загадка. Хотя предположение есть. Игра была слизана с Apple 2. И там как раз было 6 цифр в подсчете очков. Но при достижении верха игра начиналась заново. И можно было продолжать набирать очки. Версии для вектора при достижении верха игра заканчивается. 750 предел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, версия для Apple 2 не была столь динамичной. И там проходить этаж можно было постепенно, даже возвращаясь назад. Девекторовская игра Пьяный лифтер больше похожа на оригинальный Spice Demise с Apple 2. Десятое место. Зодиак Стрип Но куда же без игр с дамами. Игра содрана с ZX Spectrum. Но зато содрана и реализована, пожалуй, лучше оригинала. Необходимо за 5 попыток угадать загаданное число от 1 до 42. После каждой попытки подсказка, больше или меньше. Если угадываем, ширма приоткрывается. Когда ширма открыта, идет уже игра на полное раздевание. Всего в игре 10 девушек. Симпатично и играбельно. А еще и секрет знаю. Клавиша OS плюс SS плюс пробел позволит вам всегда угадывать. Девятое место. Alien Ambush Эта игра захватывала на несколько часов подряд. Недаром там наверху был таймер, проведенного за игрой времени. Поначалу мы играли, даже не зная, что кораблик, а он именно кораблик, судя по подписи SHIPS справа внизу, можно передвигать кнопками OS и SS. И было ужасно интересно увидеть, что же дальше из предметов быта выпадет на расстрел кораблику. Играет музыка. Спасибо. Игра проста, но красива и забавна. Восьмое место. Отскок. Достаточно юморная игра от Лебедева Адриана Зиновьевича. Суть игры проста, нужно пробежать человечком через препятствия. Но от реализации на высоте, дизайн и графика выше всяких похвал. Помню было очень интересно, что дальше мы увидим пройдя очередной уровень. Правда есть одна проблема, на некоторых уровнях ошибаться просто нельзя. И пройти нужно с первого раза. Иначе враги разлетаются таким образом, что пройти их становится просто невозможно. Первая игра, запущенная мной на векторе. Седьмое место. Амбал. Одна из лучших бродилок. Множество комнат, ключи, разные виды оружия против разных врагов, графика на высоте. Пример использования аппаратного наложения трехцветных спрайтов на четырехцветный фон. Но насколько мне известно, оригинал был непроходим. Но была и версия с доработанной игрой, с возможностью прохождения. В любом случае, одна из интереснейших и красивых игр на векторе. Шестое место. Rise Out. Игра Шедевр была создана для MSX. А адаптация на вектор просто замечательная. Музыка из заставки до сих пор до мурашек на коже. В этой игре логика работает на сто процентов. И если первые уровни еще достаточно простые, то к концу игры мы ломали голову, как ее пройти. На каждом уровне нужно просто добраться до выхода. Часто он закрыт дверью и нужно найти ключ. Пробраться напрямую нам не дают противники. На первых уровнях он один. И суть большинства уровней сводится к тому, чтобы выманить их туда, откуда они нас уже не достанут. Но они хотя бы уже не догонят, пока мы возьмем ключ и выйдем на следующий уровень. Иногда их приходится в буквальном смысле замуровывать. Субтитры создавал DimaTorzok Множество замечательных часов за игрой и масса воспоминаний. Пятое место. Болдер Очередная игра от Лебедева. Лучший болдер дашь на векторе. 10 уровней в поисках алмазов. Ну и чем дальше, тем больше придется поломать голову, как собрать их все на уровень и найти выход. А время подгоняет. Графика и геймплей у Лебедева, как всегда, на высоте. Но какая реклама после второго уровня? Показывать не буду. Найдите первый болдер и посмотрите, кто не видел. Уже на волне ностальгии Лебедев выкладывал исходники болдера и рассказывал, как писал игрушки. В свободное время, на выходных или по ночам. Причем профессиональным программистом не был. Все осваивалось самостоятельно, от любознательности и интереса. Однозначный респект. В 2011 году Иваном Городецким был выпущен оптимизированный вариант игры. Быстродействие игры заметно увеличилось, даже при игре в цвете. Яркий пример того, что вектор не забыт. В 2011 году Иваном Городецким был выпущен оптимизированный вариант игры. Четвертое место Фетакс. Волгоградец Новиков, как и Лебедев, делал игрушки очень добротно. Игра затягивает. Графика, управление, геймплей, оформление все на высоте. Ну а какая музыка у Новикова? Одна из лучших на векторе. А игра не так проста, как выглядит на первый взгляд. Вроде необходимо только прыгать и стрелять. Но уровни построены таким образом, что игру смело можно назвать хардкорной. И она, если честно, потрепала мне нервы. В игре есть вторая часть под названием Кронекс. Музыка там еще более волшебная и цветастости в игре прибавилось. Третье место Экселон. Замечательнейший порт. Одна из лучших игр на ZX Spectrum. Одна из лучших и на векторе. Мне не довелось в нее поиграть, увы, на самом векторе в детстве. Я ее искал, но никак не мог ни у кого найти. Но поиграв в будущем, конечно, невозможно не заценить подобный шедевр. Суть игры проходить экраны, истребляя разнообразных врагов, используя оружие и самонаводящиеся ракеты. Многие, наверное, сейчас спросят, почему не первое место в рейтинге. Потому что все же это порт, и изначально игра писалась не под вектор 0.6c. Субтитры сделал DimaTorzok. Второе место Путап. Хотя в детстве мы называли ее Путуп. Адаптация игры с MSX. Причем для MSX она была написана на бейсике, а на вектор перенесена в кодах. Считается одной из самых красочных игр на векторе. И она была ужасно популярна, и выходила масса различных частей и вариаций. Некоторые из них были ужасающие по своей сложности. Но первая была гармоничная и запоминающаяся. Задача простая. За отведенное время нужно взять маленькую вишенку и положить ее в специальный блок. После чего найти выход. Дизайн уровней построен таким образом, что эти процессы связаны с теми или иными сложностями. Иногда даже нужно идти по огню. Если честно, я не помню секреты хождения по огню. Если кто знает, напишите пожалуйста в комментариях. Иногда приходится отталкиваться от врагов, чтобы допрыгнуть на тот или иной блок. И тому подобное. В первой части главное понять, как пройти шестой уровень. А дальше все получится. Хотя одиннадцатый там тоже жесткий. Нужно быстро сообразить, куда убежать. Мне в детстве удалось пройти несколько путапов. На первое место давайте загрузим. От начала и до конца. Но чтобы вас сильно не мучить, пусть тут будет один проход и высокая скорость. Такие воспоминания. Глядя как рисуются эти квадратики. Помню, принеся домой новые кассеты с играми, мы грузили их с таким воодушевлением. Как будто сейчас, нажав БЛК плюс сброс, мы увидим еще один придуманный кем-то мир. И вот это предвкушение, ожидание было просто неописуемо. Сейчас игры стали совсем чем-то иным и более красочным. Но таких чувств, увы, уже не возникает. Может это детская наивность, а может вектор 0.6. Может быть, это детская наивность. 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 Большинство игр на вектор занимали как правило 2-3 строки, но были и совсем маленькие игры, но были и большие, которые занимали более 4 строк, но их было немного. Максимальная игра, которую я видел, занимала ровно 5 строк, 40 килобайт. Каждая строка это 8 килобайт. Продолжение следует... Дробанная дробь. Первое место. Планета птиц. Очередная игра Лебедева Адриана Зиновьевича. Очень приятное, мягкое, точное управление, потрясающее оформление графика, бросающий сложностью интересам вызов геймплей, но и даже гуманность при покорении планеты. Эту игру невозможно не любить. Задача пролететь всю планету и очистить ее от неприятеля, который ее захватил. А если конкретнее набрать 200 очков? За каждого врага получаем очко, но нужно стараться их не пропускать. За каждого пропущенного теряем 5 очков. И ни в коем случае не сбивать птичек. За них снимают по 15 очков. Также нужно следить за топливом. Причем беспорядочные выстрелы его расходуют быстро. Поэтому нужно выбрать баланс, стараясь попадать по врагам и в то же время с минимумом затрат. Но и врезаться в противника нельзя, так как это снимает много топлива. Иногда противника лучше упустить и потратить очки, чем врезаться и потерять много топлива. Банки с топливом будут пролетать в течение игры. Играем пока не кончится либо топливо, либо очки. Чем дальше, тем игра хардкорнее. Противники маячат жуткими траекториями, а топлива мало. Приходится многих пропускать, тратя очки, заработанные в начале. Таким образом набор 200 очков становится практически недостижимой задачей. Игра очень сложна. Многие даже думали, что бесконечно и непроходимо. И нам не удавалось пройти ее в детстве. Но финал у нее есть. Многие считают игры Лебедева лучшими на вектор. И я, пожалуй, к ним присоединюсь. Действительно человек старался сделать что-то очень качественное, причем делал из любознательности и интереса. В моем топе 3 его основные игры, причем они в первой десятке. И на мой взгляд, они на все 100% заслуживают там быть. Вот такой получился топ. Повторяю, что мое мнение субъективное, я никого не хотел им обидеть. Основной задачей было показать, что на векторе было во что поиграть. И мы играли с удовольствием. А на этом пока все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok